Я вас приветствую! Да! Ну, как вы видите, по антуражу Сегодня мы поговорим про орхидеи Ой, про них нужно говорить каждый день, если они у тебя есть Когда ты только начинаешь, тебе хочется их больше, больше и больше Хочется больше покупать, хочется больше их видеть Хочется больше с ними заниматься, что-то такое там делать им Всякое разное Когда мне подарили первую орхидею, я ничего не знала, что с ними надо делать Вообще ничего Пошла в интернете, начала читать, боже мой, начиталась там всякого И в чем содержать, и как содержать Это было еще в 2017 году Единственное условие, которое я для себя поставила Если у меня, а, да Возвращаясь к тому, что я сказала Хочется пойти и купить еще Хочется, ой, такая красивая, хочется пойти и купить еще Но, я себе поставила условие Если у меня орхидея выживет в течение года Тогда я пойду себе и куплю еще одну Она у меня выжила И она у меня живет до сих пор Иногда я ее показываю Когда я снимаю свои орхидеи Такая красивая, я ее называю Редли Белая, с такой бордовой серединкой Но, в течение этого времени До сегодняшнего дня А сейчас уже 2024 год Я прошла довольно длинный путь Со своими орхидеями Периодически Всякие такие обобщающие видео Приходится повторять Ну, потому что приходят новые люди Подписываются Или люди, которые не смотрели тебя А смотрели, я имею ввиду орхидеи А смотрели что-то другое на твоем канале И тут им захотелось завести себе орхидею И они пошли смотреть твои орхидейные видео А, знаете, видео уж уходят Туда, 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 туда Дальше, дальше, дальше по датам И люди уже пытаются смотреть какие-то последние Задают тебе какие-то вопросы Пишут комментарии Приходится отсылать их в плейлисты Потому что в плейлистах собраны по темам видео И вот, для сегодняшнего видео Меня, так сказать, сподвигло Два комментария Которые я прочитала на днях Первый комментарий Какой у вас интересный метод Я не дословно, я... Смысл комментария Значит, какой у вас интересный метод В пустой вазе Там или в баночке выращивать Ой, у меня тут есть несколько Которые уже там несколько лет не цветут А еще у вас так они цветут хорошо и красиво Вот, как вы видите У меня там есть несколько Которые не цветут несколько лет Вот я их переведу там в пустую вазочку Может и они так зацветут, как и у вас Это один комментарий Второй комментарий Мне прислали по почте орхидею Но, поскольку ее там завернули в мокрое во все Значит, по дороге там мок был мокрый Или что там такое было Значит, по дороге у нее пропали корни Я думаю, может, ее такую и послали с такими корнями Ну, это мои мысли И корни все сгнили Пришлось их удалить Остались одни листья И вот теперь я поставлю как Как в пустую, так сказать, баночку И надеюсь, что у меня тоже так вырастет и нарастет И так сказать Нарастут такие цветы Попрошу заметить Что в каждом своем видео Практически Я всегда говорю Если вы хотите выращивать орхидею в пустой вазе Пойдите и купите новую В магазине И вот начните с нее С одной Выберите самую лучшую Самую красивую Это раз Второе Я ни разу ни в одном видео В своем Что касается выращивания орхидеи В пустой вазе Не говорила Что так нужно реанимировать орхидеи Для реанимации есть совершенно другие методы Разные Над водой Под водой В воде И так далее И так далее Их очень много Поэтому Мне немножко странно Когда люди пытаются Таким образом Применять Так сказать Ну вот Так Осторожненько На листик зацепить Применять Метод выращивания Пустой вазе Совершенно другому Совершенно не к тому Что я предлагаю Вот я хочу Еще сказать Сразу Такое Знаете Нет Вообще Никакого Единого метода Выращивания Орхидеи Ну вот В частности Фаленоксиса Нету Одного Единого метода Знаете Кому-то Удается Какой-то метод Кому-то Другой Удается Метод Вот я считаю Что стоит Попробовать Выращивать Орхидею Разными Методами Почему Ну вот Я Скажу О себе Когда у меня Появилась Первая Орхидея Это было давно Тогда еще не было Столько много Видео Хотя было Было уже Достаточно Но Был такой Самый Опробованный Метод Выращивать Коре Я не знала Что кора Продается В магазинах Я ее пошла Там Насобирала Проварила Промыла Закопала Эту орхидею Она у меня Год прожила Год прожила Потом Через год Мне Что не понравилось Что В коре Заводятся Насекомые И потом У тебя Возникает Такой вопрос Ну первый Там Когда поливать Как поливать Ну ладно Как-то ты там Приспособился Поливать Вот Насекомые Надо Чем-то Обрабатывать Как это Надо Обрабатывать Что С ней Надо Делать Знаете Возникает Такая Масса Вопросов По прошествии Года Я уже Начала Покупать Другие Орхидеи Тоже Их Так Закапывала Тоже Там Начиналось Что-то Заводиться В них И я Решила Что Мне нужно Использовать Что-то Другое Начала Искать Это Что-то Другое Нашла Это Что-то Другое В виде Керамзита Ну Все знают Такая Глина Обожженная Такая Доспекание Камешки Такие Кругленькие Которые Используются В строительстве Я начала Выращивать Керамзите Неплохо Неплохо Выращивалась Цвели Орхидеи Неплохо Но Пришла Зима У нас Хоть снега И нету И на улице Хорошо Но в квартире Делается Очень прохладно У меня Зимой Потому что Она у меня Практически Ничем не греется Температура Опускается Ночью Может опускаться И до 12 градусов И до 14 градусов И он потом Поднимается Мы греемся Солнышком Орхидеи Выдерживают Но Что мне не понравилось В керамзите Когда ты полил Орхидеи А они не успевают Зимой так быстро Простыхать Корни В керамзите И получается Что вот в это Такое Холодное время Ночью Орхидеи стоят Корнями В холодной воде На холодных камнях Или в холодных камнях Мне это не понравилось Орхидеям тоже Это не очень нравилось Я начала искать Что-то другое В это время Я смотрела Такого Орхо-специалиста Хорошего Как Георгий Горячевский Я очень много От него научилась Очень много Я тогда смотрела У него был один канал Было интересно Там было и про Орхидеи Там были его курочки Его была семья Было интересно смотреть Я много научилась Но потом Когда он там разделился На два канала Я была Не взяла Все это обсматривать А смотреть какой-то Один канал Только про Орхидеи Мне это стало Уже как бы Не очень нужно Не очень интересно Или там Про каких-то Одних курочек Тоже И поэтому Я ушла от этого Но это не важно Я благодарна Этому человеку Я от него Очень многому Научилась И он там Предложил Использовать На своем канале Такой синтетический Материал Который называется Пеноплекс Такого Абрикосовенького Цвета Нарезаешь на кусочки И ставишь туда В него Орхидеи Я начала Это использовать Хорошо Неплохо Было Но мне Это не понравилось Что не понравилось Не понравилось Что этот Материал Начинается В нем Зелень заводиться Не только На стенках Там Горшочки Тогда у меня Были Пластмассовые Ну и на этом Материале Очень активно Зелень Просаживается И еще Мне не понравилось Что корни Орхидеи Прорастают Через этот Материал И в какой-то Момент Если хочешь Достать из горшка Или еще что-то Как-то Что-то делать А у тебя Эти корни Попрорастали Через материал Не понравилось Тогда Я стала Искать Другой Материал Я увидела Не помню Как Зовут Эту девушку Она где-то В Германии Живет Я увидела У нее Что она Использует Материал Такие Вот эти вот Поддончики Которые Супермаркете На них Запаковывают Продукты Она это Ломала На кусочки И этим Засыпала И у нее Такие хорошие Были корни Вот я тоже Так сделала Я взяла Эти поддончики Я правда Их потом Сразу просто Так засыпала А потом Я подумала Я их Продезинфицирую И я их Решила Прокипятить Вот чисто Для дезинфекции А оказалось Что они так Хорошо Делаются Такими Объемными Такими легкими Невесомыми Вот я этим Засыпала И так сказать Тоже было Неплохо Понравилось У меня Между прочим И до сих пор Есть вот так Вот котлея Такая Вот смотрите У меня И вот у нее Там на донышке Насыпаны Такие кусочки Котлея Се чувствует Прекрасно Дает Новые ростки Почему я Так насыпала Для нее Потому что У нее Все таки Корни Не такие Мощные Как у Фаленопсисов И Они просыхают Значительно Быстрее Ну и Вы знаете Как любой Орхолюбитель Он всегда боится А вдруг Орхидея засохнет Пересохнет Это с одной стороны Но не только Это И даже Это не главное А то Чтобы они Немножечко Давали ей Устойчивость Этой котлеи Вот это Еще с этой точки Зрения В общем В этой синтетике Я тоже Повыращивала Повыращивала Хорошо Было Это Но Тоже Вот этот Момент Что корни Зимой Плохо Просыхают Медленно Мне тоже Это перестало Нравиться Ну так Я решила Пойти По такому Пути Поскольку Эти Орхидеи Полинопсисы Они В природе Прикрепляются К коре Дерева Они Эпифиты Эпифиты Это те Которые Из дерева Ничего Не берут В природе Они в общем-то Чем питаются Солнцем Воздухом И водой То есть Сами Синтезируют То что им надо Ну я подумала Почему тогда Орхидею Не поставить В пустую Вазу Или баночку Вот так вот Приблизительно Почему ее Так вот Не поставить Ну в принципе Будет так Как и в природе Ну только Мы еще поливаем В природе Ее дождик поливает Или она получает Росу какую-то Там Ну а Нам приходится Поливать Ее Еще и удобрять Потому что В конце концов Она же у нас Не находится На свежем воздухе На улице Там где и солнце попадает Там где и воздух другой И поэтому приходится Еще и удобрять И таким образом Я перешла к тому Что я стала Выращивать Вот так вот Вазе В баночке У меня есть Кстати Видео Оно прямо Если вы заходите На мой канал Открываете его Оно там Вот Стоит прямо Прямо На самом канале Там я описываю Вот эти С моей точки зрения Три Самых простых Способа Выращивания Орхидеи Вот это Один в пеноплексе В этом строительном Материале Если у вас Зимой тепло В квартире Дальше Вот в этих Кусочках Поддончиках И вот так вот В пустой вазе Вот я нахожу Три самых простых Способа Выращивания Причем Самых дешевых Еще Не надо сильно Тратиться Если на пеноплекс Еще Нужно потратиться Купить его Ну еще там Нарезать его Надо на кусочки Как бы То в эти Поддончики Вы все равно За них уже Уплатили В магазине Вместе с продуктами Значит Вот кому интересно Идете И смотрите Это видео Вообще Весь мой путь Вот Как я шла От Того Что выращивала Наверное Только я Начала снимать Когда я начала Снимать Свой блог И свои видео Я уже К этому моменту Знаете Я уже точно Не помню Это было Четыре года назад Мне кажется У меня уже Орхидеи Были Большей частью В керамзите Я уже Из керамзита Их начинала Переводить Синтетику Вот с корой По моему У меня уже Не было Ну наверное Так Поэтому Если вот кому Интересно Что-то Какой-то Путь Что я Как я делала Это у меня Это у меня Есть тоже Плейлист Называется Уход За орхидеями Там Есть Очень Много Разных Видео Там Есть И по поводу Цветоносов И по поводу Листья Почему Желтеют И как Обрезать Не обрезать Цветоносы И как Ухаживать Там В общем Там Много Много Всего Разного И там Есть Такие Видео Что Если ты Увидел Что-то Там Бордового Цвета На своей Орхидеи То это Не Пузариоз Ну и так Далее Если кому Интересно Вот вы Можете Пойти Там И полистать Все Эти Видео Если Кому Интересно Как Я Выращиваю В Пустой Вазе Или В пустой Баночке Пожалуйста Заходите В плейлист Орхидея В пустой Вазе И смотрите Там Выложены Все Видео И как Поливать И как Удобрять И как Пересаживать Ну или Переставлять В моем Случае Из одного В другое И новые Если я Покупаю Что я с ними Делаю Как я делаю Почему я Это говорю Потому что Практически Каждый день Мне люди Задают вопросы Вот они Посмотрели Какое-то Последнее Видео Про орхидеи И сразу вопрос А как вы поливаете А сколько вы поливаете А как вы там Удобряете А как вы это Поэтому я всех Отправляю туда Пожалуйста Там все Подробно Расписано Ну и теперь Поскольку Видео Я как бы Хотела Сделать Какой-то Вывод По поводу Выращивания Орхидеи Знаете Я вот Хочу Сделать Такой Основной Вывод Не всем Орхидеям Подходит Какой-то Одинаковый Метод Выращивания Это я Сделала Для себя Такой Вывод Не всем Кому-то Не подходит Кора Кому-то Не подходят Керамзиты Там Кинь Шишки Семечки И так далее Чем там Люди Выращивают Кому-то Не подходит Стояние Например Там На донышке Воды Наливать Кому-то Это не Подходит Кому-то Не подходит Та же И пустая Баночка Почему А вот Потому Не каждой Орхидея Вот я Приведу Пример Посмотрите Вот Орхидея У меня Цыганский Праздник Джипси Фестивал Вот она Сидит Это Мини Такая Орхидея И вот У нее Практически Вот Как бы Посмотреть Да Вот я Вижу Один Два Три Таких Хороших Корешков А дальше Она И не Спешит Наращивать Корешки Ну вот Так вот Нарастила Вот такие Какие-то У нее Есть И вот Она Так Листики Отращивает Цветет Вот такими Тремя Цветочками Ну Кто Его Знает Вот Может Ей Нужен Какой-то Другой Метод И Вот Пример Тоже Такая Мини Орхидея Из категории Парфюмерная Фабрика Это Орхидея Дасти Бел Посмотрите Сколько У нее Корней Посмотрите Сколько Там Видимо Невидимо Корней Вот Это О чем Говорит О том Что Этой Орхидея Очень Хорошо Подходит Этот Метод Вот Именно Этой И Это Не Значит Что Именно Этому Сорту Вот Именно Этому Растению Вот Так Вот Хорошо Это Подошло А Другому Растению Не Подходит Вот Еще Например Такое Растение У Меня Сейчас Я Покажу Кренбери Чача Вот Посмотрите То Этой Орхидеи Этой Орхидеи Посмотрите Как Ей Это Подошло Вот Так В Баночке Посмотрите Сколько Там Корней Вот Я Буду Поливать Завтра И Вот Посмотрите Сколько У Нее Корней Она Отцвела Большим Цветоносом Сейчас Она Цветет Вторым Таким Маленьким Цветоносом А так У нее Был Такой Большой То есть Этой Орхидеи Подходит Такой Метод И поэтому Знаете Вот Некоторые Люди Насмотревшись На Цветение Орхидей Они Значит Сразу Ой А у Меня Вот Так Не Цветут У Меня Так Не Цветут Красиво Вот Я Сейчас Возьму Их И Все Попересаживаю В пустые Там Вазы Банки Вы Знаете Я Не Рекомендовала Такого Делать Я Кстати Если Успеваю Написать Такой Комментарий Я Обычно Пишу Что Вы Начните С Выращиваете И У Вас Они Хорошо Там Растут А Я Вижу Иногда У Людей Растут Знаете Мало Того Что Закопанные Во Что То Там Так Еще И В Надо Только Выращивать Нет Вы Видите Я Прошла Такой Длинный Путь И Дошла До Такого Метода Еще Есть Такой Момент Что У Нас Могут Быть С Вами Разные Условия Выращивания Я Уже Коснулась Это Не Климат Как Мне Многие Пишут Вот У Вас Так Они Хорошо Растут И Цветут Потому Что Климат Это Ну Люди Наверное Не Понимают Они Имеют Ввиду Условия В Квартире Вот Это Потому Что Климат Климат Я Не Выращиваю На Улице Климат Это Для Тех Растений Которые На Улице Если Говорить О Словии Климат То Значит В России Например Вообще Нельзя Выращивать Орхидеи А Как Их Выращивать Там Климат Там Зима Они У вас Зимой Умрут У вас Такой Климат Одинаковый У нас Приблизительно Одинаковая Температура У всех Мы Не Живем Кто-то При Пятидеся Градузов А кто-то При Минус Двадцати У нас Приблизительно У всех Квартире Одинаковая Температура Приблизительно Одинаковая Влажность Но У вас Может Быть Зимой Тепло А у Меня Зимой Так Довольно Прохладно Что Между Прочим Большой Плюс Для Орхидеи Когда Им Ночью Прохладно Они Тогда Лучше Закладывать Цветоносы Да Это Так И Поэтому Вот У меня Так Орхидеи Вот У меня Такие Условия В квартире Не Климат А условия В квартире У меня Нет Влажности Какой-то Там Влажность У меня Нормальная Такая В каких Пределах Вот Пойдите Посмотрите В гугле Какая Должна Быть Нормальная Влажность Там Есть Пределы От такого-то До такого-то Сырости Мне Нету Лесени У квартиры Нету У меня Все Проветривается А влажность Зависит От того Если Вы Будете Все Позатыкаете Все Позакрываете И будете Бесконечно Кипятить Чайники Кипятить Белье Варить Что-то Еще С Открытой Крышкой И Все Будет Закрыто О У вас Тогда Будет Хорошая Влажность В квартире Дальше Я уже Сказала Не надо Кидаться Переводить Все Свои Орхидеи Какой-то Другой Нету Вот Вы Так Выращивали Там Допустим В коре Да У вас Хорошо Получалось А вот Какая-то Орхидея Может Не Получается Ну Вот Начните В чем-то Другом Да Выращивать Там Вот Вы Решили Перевести На Керамзи Ну Переведите Ее Одну Не Надо Переводить Все Сразу Вот Я Посмотрела Там Видео Да Вот У этой Тетки Так Шикарно Цветут Орхидеи Пустых Так Сказать Вазочках И баночках Вот Я сейчас Все Со своих Повытряхиваю Все Повытряхиваю И вот У меня Тоже Так Расцветут Совсем Нет Такого Может И не Случиться Знаете Ну Что Как Я уже Сказала Не Каждой Орхидее Подходит Такой Метод Знаете Вот Некоторым Подходит Тут Например У меня Тина Тоже Она Так Сказать Не Очень Балует Чтобы Сказать Что Много Корней Но Если Учесть Что Я Купила Эту Орхидею Посмотрите Какая Она Красавица Она Даже Немножечко Пахнет Тина Это Ее Настоящее Имя Потому Что У нее Было Написано На Горшочке У нее Было Такое Черное Пятно На Ней Я Ее Купила Не Помню Когда Давно Уже Несколько Лет Назад Я Боролась С этим Так С Победила Это Пятно И Она Смотрите Дает Такие Прекрасные Листики Дает Такое Прекрасное Цветение Она Уже Так Давненько Цветет Несколько Месяцев И Такие Дает Корни Не Могу Сказать Что Луч Чувствует Себя Хорошо То Есть Этой Орхидеи Такое Подходит Подходит Например Такое Еще Одной Орхидеи Которая Называется У меня Дастибел Вот Смотрите В отличие От Орхидеи Как я Уже Сказала Цыганский Праздник Где Вот Как-то Знаете Три Корешка Всего Да А вот Орхидея Дастибел Еще Одна А Вот Посмотрите Как У нее Тоже Корешки Хоть она И маленькая Такая Она Была Очень Неудачная Я ее Купила В очень Таком Тяжелом Состоянии Она Была Почему Потому Потому Что Она Была Одна Единственная Но Я ее Купила Другие Уже Отцвели У меня Еще Есть Номер Два И номер Три Это Номер Один Я ее Купила И так Сказать Выходила И она Дала Корень Значит А этим Орхидеям Это Подходит Я вот Думаю Может быть Я ошиблась Прошу прощения И сказала На эту Дастибел Это не Дастибел Это Адарион Может быть Я ошиблась Прошу прощения Все бывает Знаете Вот Адарион То есть Вот Орхидея Адарион Тоже Как я уже Показала Ей Очень хорошо Это подошло Это Адарион Посмотрите Внимательно От ошибок Никто Не застрахован И вот Теперь Я еще раз Вернусь К тому Комментарию Что вот У меня Не цветут Орхидеи А я Пересажу В баночку Такую И В пустую Там Или в вазу И они Прямо У меня Зацветут Шикарно Нет Может быть Нужно Действительно Этой женщине С ее Орхидеями Делать То Что У меня Получается Само По себе То есть Ночью Орхидеям Делать Холодно Куда-то Их выносить Там Где Будет Холодно Может Поставить Где-то Там Если У вас Балкон Закрыт И Там На Балконе Они Это Любят Для Того Чтобы Они Закладывали Цветонос А если У вас В течение Года Температура Летом Жарко Там 25 А Зимой Все равно Но батареи Шпарят Там 25 То Конечно Очень Сложно Ждать Цветения И Также Я не Предлагаю Так Реанинировать Ну Об этом Я уже Говорила Хочу Еще Сделать Один Вывод Такой Вы знаете Я же Не Останавливаюсь На этом То Есть Вот Я выращиваю Сейчас Так В пустой Вазе А Там В пустой Баночке А Это Не Значит Что Я буду Делать Так Всегда Может Быть Я Решу Какую То Орхидею Опять Засыпать Синтетическими Кусочками Ну Потому Что Я Так Подумаю Может Быть Ей Так Будет Лучше Это Понимаете Это То Что Я Использую Разные Методы И Вам Я Предлагаю Использовать Разные Методы И Смотреть Вот Знаете На что Смотреть На состояние Вашей Орхидеи Вот Вы Ее Так Сделали Вот Вы Ее Там В Коре Выращивали Ой Ей Прекрасно Все Не Трогайте Ее Вот Вы Там Перевели Какую А Плохо В Коре Перевели В Керамзит Ой Она Так Стала Цвести Вот И Не Трогайте Ее Вот И Оставьте Ее В том В чем Она У вас Растет А Другую Какую Вот Вы Перевели В Пустую Баночку А Она У У нее Корни Плохие Ей Это Не Подходит Она У вас Раз Это Не Панацея Она У вас Раз И Листики У нее Что-то Там Стали Такие Какие-то Не Очень Красивые Значит Ей Не Подошел Такой Метод Значит Надо Пробовать Что-то Другое Вот Это Знаете Основная Мысль Была Которую Я Хотела Донести Что Не Надо Зацикливаться На Каком Одном Методе Выращивания Попробуйте Разные Если Вы Убедились Что Для Какой-то Вашей Орхидеи Подходит Такой Метод В Баночке И Она Так Прекрасно Цветет Замечательно Вот Как Это Адарион Что Я Тебе Перекрестила Она Пахнет У нее Такой Нежный 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 Аромат То Пожалуйста Вы Ничего Другого С ней И Не Делайте Если Ей Так Подходит А Если Ей Не Очень Подходит Ну Очевидно Надо Сделать Что-то Другое Вот Это Самое Основное Что Я хотела Донести Сегодня Значит Если Вас Интересуют Подробности Всякие Пожалуйста Заходите На Канал Нажимайте Волшебное Слово Плейлист И Там Вы Увидите Разные Плейлисты И Там Вы Можете Посмотреть По Темам Не Только У меня И У Других Блогеров Тоже Ну А Вам Я Желаю Чтобы У вас Тоже Было Такое Потрясающее Цветение Всяких Смотрите Какая Красавица Я Ее Называю Кандала Смотрите Какое Тут Красивейшее Она Отцвела У меня Одним Большим Цветоносом Это Такой Длиннющий Цветонос Наверное Метр Пока У нее Цвел Один Цветонос Она Отрастила Второй И Вот Только Я Срезала Тот Цветонос Она Практически Начала Распускать Второй Цветонос И Тоже Вот Так Вот Она Сидит Смотрите Там Корни Видимо Не Видимо В Такой Пустой Вазе А Это Тоже В Пустой Вазе Сидит Там Но Сейчас Она Лежит Можно Сказать На Боку Это Тоже Монтре Она Тоже Такой Пустой Вазе Но Вы ее Часто Видите Так Что Я Ваших Орхидей И Помните Каждому Цветку Нужно Подобрать То Что Ему Нравится Ну Так Как И Людям Подбираем Себе То Что Нравится Правда Орхидей Желаю Вам Удачи Орхидей 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 Орхидей